сегодня мы рассмотрим сочетание двух букв в английском языке такое встречается довольно часто вы можете видеть это на тех примерах которые я выбрала для сегодняшнего видео я постаралась включить в этот список слова очень важные в повседневной жизни сегодня мы понаблюдаем как звучат две буквы кстати первая из них буква q практически не встречается поодиночке за ней почти всегда следует буква ю вторая буква вполне самостоятельная и встречается в разных сочетаниях в английских словах поэтому она ведет себя более свободно и так сегодняшнее буква сочетание как правило дает два звука этот звук отличается от русского языка у нас нет такого звука это не в это в давайте посмотрим ну начнем с очень известного слова и идем по указанным выше звуком queen quote quick квиз квэлт давайте на этом остановимся и посмотрим ну наверное комментировать слово queen не стоит есть была известная группа queen следующее слово quote 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 по-английски цитата мне очень нравится разного рода цитаты что в английском что в русском языке через цитаты на английском языке можно изучить огромный пласт во-первых культуры во-вторых узнать подробности и взгляд на жизнь многих известных людей и так queen quote следующее слово quick quick по-английски это быстрый прилагательное отвечающий на вопрос какой у него есть синоним слова fast quick quick дальше идет quiz очень интересное слово потому что она может означать несколько вещей ну во-первых quiz это скажем контрольная или тест который в школе или в институте дается ученикам и студентам без предупреждения то есть неожиданная самостоятельная или контрольная работа еще очень часто под словом quiz подразумевается один вопрос или предложение с четырьмя тремя четырьмя вариантами ответов такое слово можно встретить и в разделе телевизионных шоу потому что quiz шоу например это когда участник получает какое-либо задание с вариантами ответа следующее слово куилд 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 это стеганое одеяло двигаемся дальше идем по той же схеме у слова сквейрл можно насчитать как минимум три произношения сквейрл 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 особенно в американском варианте возможны разные звучания этого слова у слова эквейжен есть еще вариант эквейшен это математическое равенство это слово пригодится тем кто занимается или увлекается математикой сквейрл по-английски это квадрат это прилагательная квадратный это площадь например если вы изучаете лексику связанную с городом с центром города скорее всего большого города мэйн сквейрл например куру 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 по-английски это ссора и глагол ссориться ругаться спорить question question вопрос вопрос